К походу за астрами и гладиолусами готовы? 1 сентября, ведь не за горами, предлагаю посчитать, сколько будет собрать ребенка в школу для жителей разных регионов России. Ну давайте начнем с Москвы. 9 тысяч рублей, я подчеркиваю это только на одежду, при этом сумма эта является пятой частью от средней зарплаты москвича. Что касается северной столицы, там немного подешевле это будет сделать, 8 тысяч 200, но при этом уровень зарплаты совсем разный. Там для того, чтобы одежду ребенку купить в школу, нужно потратить третью часть собственной зарплаты. Вопрос, как там с продуктами-то быть, коммунальными платежами? По данным Росстата, самая большая зарплата в Янау это 78 тысяч рублей, но там, соответственно, и одеть ребенка тоже дороже. 14 тысяч. В Тыве намного дешевле, 9 тысяч, но при этом жалование среднее составляет 15 тысяч рублей. Больше половины денег, которые мама получает в месяц, она должна отдать на то, чтобы своего ребеночка одеть. На Чукотке 11 тысяч будет стоить форма, это 17% от заработка. На самом деле, если все регионы взять и проанализировать, в среднем пол зарплаты все-таки уходит. Но уходит на что, спросите вы. Мальчику понадобится две пары брюк, вот такой вот расчет, три рубашки, джемпер, конечно же, спортивная форма, плюс к ней две футболки и обувь, конечно же, не одна пара, а две. Все это туфли и кроссовки. Я уж молчу, что в этот список не входит осенняя обувь, зимняя обувь, куртки. Представляете, сколько это еще средств? Уму непостижимо. Родители, как вы с этим справляетесь совсем? Для девочки то же самое, но еще прибавьте сарафан, получится, что немного дороже девочку в школу будет собрать, там от 500 рублей до 1000. Есть лайфхак, все родители в курсе, наверное, если вы будете заказывать это в интернете, скидка где-то 10% составит. Но тут сложно очень, нужно же померить, посмотреть, как смотрится это на ребенке, вдруг не подойдет. И большая такая тягомотина, получается, получили, померили, отправили обратно с курьером. Там, конечно, все эти 10% на сумме за доставку можно и оставить. Оделим мы ребенка, но это ведь не все, этого недостаточно. Конечно же, рюкзак необходимо, констовары, учебники. И это стоит, я, честное слово, удивилась, у меня нет детей, школьников, это стоит столько же, сколько и форма. А я ведь вам говорила, что половина зарплаты уходит на одежду, и еще половина на учебники. Так это что получается? Если вы хотите отправить ребенка в школу, арифметика такая, нужно каждый месяц откладывать, если зарплата, например, 30 тысяч рублей, примерно такая в Свердловской области в среднем, то нужно откладывать 2,5 тысячи рублей каждый месяц, чтобы 1 сентября ваша дочка или сын пошли в школу. Не знаю, что вы скажете, но меня такая арифметика пугает.